Фотосплант Фотоаппарат Zenit 11 представляет собой гибрид фотоаппарата Zenit TTL и Zenit E. Zenit 11 – это пленочный зеркальный фотоаппарат, использующий 35-мм пленку, как черно-белую, так и цветную. Фотоаппарат комплектовался одним из штатных объективов – Helios 44M, MS Helios 44M, MS – обозначает многослойное просветление на передней линзе объектива, – Helios 44M4 и такой же Helios, только с многослойным просветлением. В данной модели используется объектив Helios 44M4. Он имеет резьбу М42, такую же резьбу имеет сам фотоаппарат. Данный объектив имеет фокусное расстояние 58 мм. Наведение на резкость производится в ручном режиме при помощи поворота фокусировочного кольца. Значения диафрагмы меняются от 2 в открытом состоянии до 16 в закрытом состоянии. Данный объектив не оснащен переключателем диафрагмы из автоматического режима вручную. Этот объектив оснащен прыгающей диафрагмой, что обозначает, что вы наводитесь на резкость при полностью открытой диафрагме, а при срабатывании затвора диафрагма закрывается до выбранного значения. Резьба для крепления светофильтров имеет диаметр 52 мм. Данный объектив часто используют на современных зеркальных фотокамерах в качестве портретного объектива. Следует обратить внимание, если вы покупаете именно вот эту модель Helios 44M, что он не имеет ручного режима диафрагмы, а оснащен только прыгающей. И вам нужно выбирать переходник так, на ваш байонет, чтобы он блокировал пружинку. И тогда вы сможете устанавливать любое значение диафрагмы, либо заблокировать ее каким-то ручным способом. На самом объективе зеленой краской нанесен серийный номер объектива. Первые две цифры обращают год его выпуска. Если объектив штатный, то год выпуска объектива совпадет с годом выпуска самого фотоаппарата, который также нанесен на корпусе. Наш объектив и фотоаппарат был произведен в 1988 году. Корпус фотоаппарата выполнен из металла и декорирован вставкой под кожу. На задней поверхности мы видим виды искателей, которые выкрывают 65% кадров, а также отверстия для пленки, которые открываются вот такими образом. Сюда вставляется пленка. Здесь есть шторки, которые срабатывают при нажимании на искусственный двор. У нас вольная вытяжка, поэтому они открыты все время нажатия. На передней панели мы видим надпись «Зенит» и надпись обозначения модели, в нашем случае 11. Также экспонометр, который заимствован от модели «Зенит Е». Есть два крепления под плечевой ремень, кнопка автоспуска и механизм автоспуска, а также гнездо для подключения фото вспышек и различного осветительного оборудования. Если снять объектив, то мы увидим внутри зеркало, которое служит для отображения изображения через видоискатель. При срабатывании заклора зеркало поднимается и свет впадает на пленку. Снизу мы видим крепление под штатив, которое переместилось по центру фотоаппарата. Также оно используется для крепления ков. На верхней панели фотоаппарата мы видим уровень изведения затвора со счетчиком кадров, который устанавливается вручную. Кнопку спуска затвора с возможностью подключения тросика для дистанционного спуска затвора. Регулировка выдержки с шестью режимами от 1,3 секунды до 1,5 секунды, а также есть режим вольной выдержки. Башмак для подключения вспышек. Элемент экспонометра для выставления правильной экспозиции. Рычажок открывания пленки и перемотки пленки. И регулировку ИСа в соответствии с ГОСТом. В комплекте с фотоаппаратом поставляется кофр, выполненный под кожу. Он имеет плечевой ремень, а внутри сделан под бар. Фотоаппарат крепится к нижней части кофра с помощью гнезда для штатива. И надежно фиксируется. Вторая часть кофра крепится сзади. Хитрым способом переворотов. Таким образом, аппарат полностью защищен. За все существование Красногорского завода было выпущено почти полтора миллиона экземпляров «Зенит-11». Это объясняет то, почему он так часто встречается в различных антикварных лавках, рынках, барахолках, магазинах и интернет-ресурсах. Субтитры создавал DimaTorzok